Здравствуйте! В эфире новости Первоуральска в студии Вера Иванищева и сейчас о главных событиях этого дня. Около 80% первоуральских автобусов ездят по графику. Остальным перевозчикам, а это представители шести маршрутов, уже направлены претензии. Таковы результаты проверок с начала этого года. Одна из них прошла сегодня на улице Гагарина. В рейд отправилась и наша съемочная группа. Из всех ожидающих у него одного – профессиональный интерес. Директор городского хозяйства Сергей Харитонов проверяет, вовремя ли приходят автобусы. Остановка для рейда выбрана одна из самых востребованных. Отсюда можно добраться в центр города или, к примеру, в отдаленный микрорайон Динас. В общей сложности семь различных маршрутов. И каждый автобус должен прийти в строго обозначенный временной интервал. Сегодня был осуществлен линейный контроль. Он непосредственно проводится вживую на остановке. Мы выбираем остановки по городу в разных местах. Никого предварительно отдать и времени не оповещаем. Эти рейды проводятся у нас на регулярной основе. Раз, два, три раза в неделю проводятся для контроля движения автобусов по территории города. Как говорят проверяющие, рейды они устраивают в том числе и по обращениям жителей. Псажиров, которые приходят на остановку по расписанию и ждут того же от автобусов. Особенно это требование становится актуальным в морозы. Тот случай, когда соблюдение графика водителями общественного транспорта поможет не только сэкономить время, но и сохранить здоровье ожидающим. Ну да, потому что долго стоим. Холодно на улице, морозы, их нету. Мне кажется, они по времени, по маршруту не ходят, не ездят. Ну вот 23-й я стояла, ждала возле рынка. Ну минут 20 точно стояла, ждала. Все отлично. Автобусы вовремя приходят. На каком месте? А я езжу на всех. 11-й, 23-й и 15-й. Мне ехать до площади, так что мне все равно на каком ехать. Я езжу редко. У меня муж на работу ездит. В основном на шестерке, 6К. Очень долго стоит на остановке, ну по 40-45. То есть всегда опаздывает в остановку. Соблюдение одного из главных требований и пунктуальности специалисты также проверяют при помощи ГЛОНАСС. Навигационная спутниковая система позволяет в режиме реального времени и с минимальной погрешностью отслеживать положение автотранспорта. Но и рейды вживую приносят свои плоды. Итоги сегодняшнего дежурства длительностью один час показали. Нарушают, но не все. Сегодня у нас автобусы ходили регулярно. Это 18 маршрут автобуса. Это автотранспорт. Он, 23-й автобус, ходил регулярно. 15 автобус. На него часто бывают жалобы. Но сегодня, как ни странно, он ходит по расписанию. И хочется отметить неудовлетворительную работу. Это 11 маршрут автобуса. Это у нас перевозчиковый экспресс-баз. Которые автобусы были по расписанию, но на остановке не остановились. Будем разбираться, почему. Контроль за пассажироперевозками будет осуществляться и впредь, говорят специалисты. В случае несоответствия графику претензии направят перевозчику. А если не поможет, намерены штрафовать. Автобусы также ждет инспекция на предмет чистоты салона и наличия кондукторов. Свои претензии жители могут высказывать по телефону 22 83 20 или направлять на электронную почту городского хозяйства. В связи с поступающими жалобами от горожан и выявлением нарушений, решено организовать дополнительные внеплановые проверки. Алексей Вербицкий, Михаил Перанков. Новости. Первого района. Заснеженные дворы, переполненные контейнерные площадки и темные переулки. С этими и другими актуальными проблемами жители микрорайона Шайтанка обратились к своему депутату Марату Галямову. Какое решение предложил народный избранник, расскажем в сюжете. Ну вот видите, как спускаться. Это я, блин, кубарем должна лететь вниз. Лесенки не чистятся. Такой путь с препятствиями требует сноровки и осторожности. Жители многоэтажек на улице Пролетарская жалуются. Лестницы здесь превратились в горки еще месяц назад. А пробираться по сугробам приходится по узким, неудобным тропинкам. Как говорят местные, в управляющей компании обещали, что дворники будут убирать снег два раза в неделю. Но его становится все больше, а очистки снега не видно. Когда сильный снегопад первый был, они приехали и убрали. Больше снегопад был, больше никто не убирал. До магазина мы еле-еле доходим, потому что все скользко. Тут женщина вышла у подъезда, подскользнулась, сломала руку. Из-за чего? Из-за того, что ничего не убирается. Люди рассказывают, дороги в районе птицефабрики чистят исправно. Но после работы коммунальной техники, проезд и пешеходную часть к домам в частном секторе заваливает снегом. А если учесть, что у меня муж инвалид, и мне надо старухе это все выгребать, это, извините, не так уж приятно. А как приходит весна, весь этот снег, все. Мало того, что из леса, из кладбища ко мне текет, так еще и суда нагребают. И получается, что я тону. Актуальные проблемы жители озвучивают на приеме у депутата городской думы. С первых минут встречи с народным избранником становится понятно. Марат Галямов в курсе острых вопросов и уже пытается найти пути их решения. Сегодня созвонились буквально с управляющей компанией, пообещали отборников сюда привезти с другого участка и почистить проблемные места, и в том числе перед подъездами лестницы все прибрают. Поддерживать тесный контакт с коммунальщиками депутат обещает и дальше. Как считает Марат Галямов, необходимо добиться того, чтобы управляющая компания выполняла свою работу регулярно. Другую значимую проблему несвоевременный вывоз мусора и, как следствие, переполненные после праздника в контейнерной площадке можно решить, взаимодействуя с областным министерством ЖКХ, которое заключило контракт с региональным оператором по вывозу твердых бытовых отходов. На ЖКХ я обозначу эту проблему, что мусор на моих контейнерных площадках не вывозится. И не только, насколько я знаю, на моем округе это повсеместно. Если эту проблему нужно решать системно и привлекать к исполнению контракта регионального оператора и, соответственно, его перевозчика. Также жители просят депутата помочь в решении и других насущных проблем. Нам обязательно нужен ремонт дороги от кладбища до птицефабрики с установкой пешеходного перехода, потому что дети, пенсионеры нам очень трудно, тем более очень крупногабаритные машины ездят. Освещение, переулок серебряный, установили новые опоры, а фонари нет. Все вопросы депутат фиксирует для дальнейшей работы. Говорит, такие встречи с жителями тем и полезны. Можно понять, какие наказы выполнить в первую очередь. На 2024 год бюджет уже сформирован, но нет еще перечня конкретных работ, которые необходимы к выполнению. Я как депутат могу обозначить приоритеты по своему округу, для того, чтобы эти проблемы, они все были учтены в бюджете городского округа, и для того, чтобы была возможность их решить. Марат Галямов считает, ремонтом дороги от кладбища до птицефабрики необходимо заняться уже в этом году, как и вопросами освещения в микрорайоне. Некоторые другие проблемы, которые можно и нужно решать уже сегодня, также в приоритете у народного избранника. К примеру, на следующий день после встречи жителей с депутатом с контейнерных площадок вывезли мусор. Дмитрий Солюков, Михаил Пиранков. Новости Первоуральск. Своих героев нужно знать в лицо. Так решили волонтеры движения «Пирвоуральск для тебя», которые начали сбор заявок на участие в конкурсе «Человек города». Первоуральск – город очень классных людей. Люди эти трудятся в разнообразных сферах. Кто-то делает в культуре, кто-то со спортом связанные проекты, кто-то делает классные вещи, связанные со здравоохранением. И мы так подумали, что очень здорово, если бы об этих людях и об этих классных командах и проектах знало гораздо большее количество людей. Как отмечают волонтеры, Первоуральск – город неравнодушных, деятельных и открытых людей. Они и станут участниками конкурса. В нем семь номинаций. Первоуральск – спортивный, культурный, образованный, комфортный, созидающий, здоровый и креативный. Кроме того, специальная премия по итогам онлайн-голосования покажет народный выбор – выбор Первоуральска. Победители будут отмечены призами. Подробности в группе Первоуральск для тебя во Вконтакте. Несмотря на свой почтенный возраст, он молод своими активистами. Самому крупному правкому Первоуральска исполнилось 89 лет. В честь дня рождения первичной профсоюзной организации «Металлурги» устроили масштабный ледовый праздник. Веселый хоровод, отличное настроение и возможность провести время с пользой. Главное действие праздника происходит на льду. Здесь для сотрудников Первоуральского новотрубного завода ТМК организуют массовый прокат. Как говорят супруги Счастливцевы, это лучший подарок от профсоюза. Светлана признается, не стояла на коньках уже 20 лет. Сегодня вот решила еще раз попробовать. Немножко не получается, конечно, но из-за страха упасть. Я вообще благодарю профсоюз за то, что они организуют семейные праздники. Это, во-первых, сближает. Во-вторых, интересно. И я не знаю на сегодняшний день ни одно предприятие, где проходят вот такие масштабные конкурсы, мероприятия. В масштабном празднике участвуют порядка 500 сотрудников градообразующего предприятия и их детей. Мне нравится кататься на гамикалке чуть-чуть, чем можно. И очень весело. По традиции день рождения первичной профсоюзной организации завода отмечают в Ледовом дворце. В этом году правкому исполняется 89 лет. Сейчас в нем состоят более 90% сотрудников. Численность превышает 10 тысяч человек. Среди наиболее важных направлений в деятельности организации соблюдение трудовых прав и юридическая поддержка работников, укрепление их здоровья, вовлечение в спорт и активный образ жизни. В 2023 году правком стал лучшим в четырех номинациях конкурса Федерации независимых профсоюзов России, в том числе впервые завоевав профсоюзный «Оскар». В 2024 году, который получил статус «Года семьи», первичная организация планирует еще больше тематических мероприятий. И основные мероприятия, они как раз направлены на укрепление семей, развитие семейных ценностей, на то, чтобы работники понимали, что профсоюз и компания ТМК в целом заботятся не только о работниках, но и о членах их семей. И для этого делается на самом деле очень много, ну и вот как пример, да, сегодняшний праздник. Для участников семейного праздника устраивают массу развлечений. К примеру, здесь можно пройти испытания на меткость или научиться мастерить снеговиков из воздушных шаров. Вообще очень здорово и для сотрудников, я считаю, для семей, потому что не только мы там с понедельника по пятницу приходим на работу, да, а нам выходные, когда устраивают такие праздники, мало того, что мы увидимся с коллегами, а самое главное, это мы проводим время вместе с детьми, вместе со своей семьей. А еще для детей и взрослых проводят творческие мастер-классы по изготовлению новогодних украшений и сувениров. Я сегодня делаю первый раз новогоднюю игрушку. Это было очень интересно. Я ее повешена ел. Кульминацией праздника становится розыгрыш призов профсоюзной лотереи. Металлургам вручают мягкие игрушки, брендированные сувениры и подарочные сертификаты. А трое победителей получают в подарок умные колонки. Спасибо профсоюзу, что я получила вот этот подарок. Очень нужная вещь. И мне пригодится и ребенку. Спасибо за праздник. Как отмечают новотрубники, организаторам удалось создать душевную и добрую атмосферу праздника. А главное, он надолго останется в памяти и войдет в семейную летопись его участников. Дмитрий Солюков, Денис Хромцов. Новости Первоурайск. На сегодня это все новости о других интересных событиях. Сообщайте нам по телефону 64-92-92. Посмотреть наши новости вы можете на сайте первомедиа.ру и в группах телеканала в социальных сетях. У меня на этом все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok